Время наше время в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. 115 украинских защитников вернулись из российского плена. Все освобожденные это военнослужащие-срочники, которые попали в неволю в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Домой вернулись военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя, шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции. Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи, также принимали участие в тяжелых боях за Гастомель и запасной командный пункт генштаба в Киевской области, а в Херсонской области – за пропускной пункт Ченгар на административной границе с временно оккупированным Крымом. У многих освобожденных проблемы со здоровьем вследствие ранений. А также из-за несоблюдения России норм международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут необходимое лечение и получат надлежащие выплаты. Это уже 55-й обмен пленными. В этот раз он состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. На родной земле освобожденные спели гимн Украины. ПЕСНЯ Как жить, каким путем идти и какой выбор делать будут для себя определять только Украина и украинцы. С Днем независимости поздравил народ Украины президент Владимир Зеленский. 33-й год независимости и 913-й день с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины. Глава украинского государства отметил, тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен подумать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть синий-желтый флаг. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти, какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость. Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации римского статута. Это позволит эффективнее наказать кремлевский режим за преступления в Украине. Также Украина сможет участвовать в выборе судей Международного уголовного суда. Римский статут определяет четыре основных международных преступления. Геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии, которые не имеют срока давности. Всего этот документ подписали 137 государств, а ратифицировали вместе с Украиной 125. Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустам Умеров пообщались по телефону. Это уже третий разговор за последние 10 дней. Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече контактной группы по обороне Украины в сентябре. Разговор также касался продолжающихся операций в УСУ и приоритетных потребностей в вооружении. Точная причина обесточивания линии электропередачи Запорожской атомной электростанции 22 августа неизвестна. Однако она связана с военной активностью в регионе. Об этом заявили эксперты Международного агентства по атомной энергии. Это слишком частое явление, когда самая большая в Европе атомная электростанция снова вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержки своих основных функций ядерной безопасности. Это подчеркивает уязвимость этого крупного объекта. Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ. Напомню, накануне Украэнерго удалось восстановить надежность питания Запорожской АЭС. Высоковольтная воздушная линия, которую повредили россияне, включена в работу. Ремонтным бригадам пришлось ожидать разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения. Украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дронам «Полянытя». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости Украины. По словам главы государства, это оружие совершенно нового класса, новый метод возмездия агрессору. И что россиянам будет очень сложно даже произнести, что именно по ним и ударило, добавил президент. 149 боевых столкновений произошло на линии фронта за сутки. Об этом сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И отмечает, что российская армия атаковала позиции Силы обороны Украины на 9 направлениях. Основные усилия россияне по-прежнему пососредотачивают на Покровском направлении. Там украинские воины отбили 44 атаки противника. Активизировались захватчики и на Краматорском направлении. Было отражено 22 попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону. На Купинском отбито 20 атак армии РФ, на Кураховском – 16. Украинские воины держат оборону и на других направлениях, уничтожая живую силу и технику захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. 1160 российских солдат ликвидировали Силы обороны Украины только за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили почти 606,5 тысяч человек. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские воины за сутки уничтожили 9 российских танков, 21 боевую бронированную машину и 42 артиллерийские системы, 39 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Сражения за свободу и независимость Украины продолжаются в Донецкой области. Российская оккупационная армия беспощадно разрушает города и села, уничтожает промышленность. Мирные жители вынуждены покидать свои дома, а украинские защитники продолжают битву за Донбасс. Подробнее в материале нашего корреспондента Алены Грамовой. Покровское, Торецкое и Лиманское направления остаются самыми горящими участками фронта на Донбассе. Уже 10 лет украинские силы обороны сражаются за каждый метр украинской земли. И у каждого здесь свой фронт работает. Это Серебрянский лес, вблизи временно оккупированной российской армией Кременной в Луганской области. На этом участке фронта бои не прекращаются уже два года. Но вытеснить украинских военных российским оккупантам так и не удалось. В обороне Донбасса принимают участие все службы. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов российской армии. Медики оказывают помощь пострадавшим, волонтеры привозят гуманитарную помощь, а полиция – продовольствие. К слову, в прифронтовых городах часто можно увидеть работающие продуктовые магазины. Людей очень много. И все бегут. Хлеб, вода, соль, сахар, спички, свечки. И поэтому закрываться никак нельзя. Иначе людей как оставить без хлеба хотя бы. Российская армия обстреливает объекты гражданской и критической инфраструктуры, в том числе дороги. Это трасса Константиновка-Покровск. Одна из самых опасных дорог на Покровском направлении на сегодняшний день. Дорога очень сильно обстреливается. Войска Российской Федерации пытаются выйти на эту трассу и разорвать логистику, что усложнит действия как силы украинской обороны, так и эвакуацию гражданского населения. Ведь позади еще очень много населенных пунктов, в которых на сегодняшний день проживает большое количество людей, в том числе и детей. Ежедневно эвакуационные группы вывозят людей из-под обстрелов, курсируют в области и эвакуационные поезда. Вам страшно? Конечно страшно. Сын 52 года, а мне я тоже 85 лет. Хочется жить. Больно дом покидать. Да, конечно. Сколько прожит. Но при этом, при всем, жизнь-то важнее. И продолжается вроде бы. А ну чем дальше, тем больше жить хочется, если честно. Мирных жителей, военных поддерживают и иностранные волонтеры. Одни эвакуируют людей, другие помогают украинским солдатам. После 150-й миссии я перестал считать поездки. Всегда стараемся что-то везти солдатам. Спальные мешки, кровать, еду. Все, что только возможно, везем с собой. Людям тяжело уезжать, но мы видим и хорошие эмоции на их лицах от того, что мы помогаем. По данным Донецкой областной военной администрации, ежедневно с прифронтовых территорий эвакуируют около 4 тысяч человек. С болью в душе люди покидают свои дома. Уезжают, чтобы обязательно вернуться. Эта война, как взять по рахунку, для кого она не принесла еще добра. Просто они этого не понимают, их там зазомбировали больше. А мы просто стоим за свое. В 33-й день независимости Украины президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на столичной Софийской площади. Также на мероприятии были президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шамонита. Они прибыли в Украину по случаю Дня Независимости. Для меня большая честь снова быть сегодня в Киеве и отпраздновать День Независимости Украины вместе с героическим украинским народом. Польша рядом с вами с самого начала российского вторжения. Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественно украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется она смерть и жизнь, отстаивая свою независимость, я уверен, что война скоро завершится победой силы свободы над миром тирании. Защищая свою землю и государственность, вы защищаете и нас всех, мою родину Литву, Европу и весь демократический мир. Я верю, что День Победы обязательно наступит. И мы все вместе будем праздновать его в украинском Крыму и в свободном городе Мариуполе. И украинцы, которые нашли приют в Литве, вернутся и отстроят города ЕС и НАТО, Донецк и Луганск. Президенты государств Балтии утром 24 августа опубликовали поздравления для украинцев к 33 годовщине провозглашения независимости. Президент Литвы Гитана Снауседа отметил, что украинцы, как никто, знают цену свободы и независимости. И что в Литве не сомневаются в победе Украины и ее дальнейшем членстве в ЕС и НАТО. Президент Эстонии начал свое видеообращение на украинском языке и процитировал строки из произведения Леси Украинки, отметив, что цивилизованный мир на стороне Украины. Видеообращение записал и президент Латвии Эдгарс Ленкевичес. Он сказал, что украинцы – нация мужества, силы и решимости. А Латвия будет помогать Украине до победы над агрессором. И подробнее обсудим эту тему с нашим гостем Алексеем Бурикченко, кандидат политических наук и глава Международной ассоциации малых городов. Здравствуйте, рада вас приветствовать и с праздником. Приветствую взаимно, с праздником вас, с праздником всю команду «Фридома» и, конечно, с праздником всех наших уважаемых телезрителей. Спасибо огромное. Давайте начнем с самого визита. Анджей Дуда, Ингрита Шимонид и визит мировых лидеров. В принципе, в Украину, которую постоянно обстреливает Российская Федерация, это уже немало. Но особенно в День независимости, зная, что в подобные дни, в праздники, российский агрессор усиливает атаки. Такие визиты – показатель, по вашему мнению, чего для Украины и для мирового сообщества? Ну, конечно, прежде всего солидарность. Конечно, прежде всего лидерство. Конечно, прежде всего поддержки и понимание, кто именно сейчас с оружием в руках защищает мировую демократию. Перед диктатурой, перед тоталитаризмом путинским. Конечно же, нам чрезвычайно приятно видеть наших партнеров, наших друзей в День независимости Украины, в Киеве. Но даже те, кто, например, как вы в сюжете давали, лидеры стран Балтии, Эстонии, Литвы, Латвии, цитировали Украинку, говорили славу Украине, говорили на украинском языке. И очень теплые и важные слова для нас также важно. Но вы знаете, все-таки у нас война. И вот то, что он отличает традиционные поздравления от тех, которые звучали сегодня уже и звучат, продолжают звучать, это желание мира, желание победы. И победы не просто, так сказать, на условиях Кремля или на каких-либо, скажем, условиях, а на условиях Украины. И сегодня начало звучать с позиции силы, если быть точным, от эстонской стороны. И действительно, слово победа звучит во всех поздравлениях с Днем Независимости наших ближайших партнеров. Даже то, что визит МОДИ буквально вчера, в день нашего флага состоялся в Украину. Сейчас наш ближайший партнер, президент Польши, Дуда, прилетел в Киев. Это, конечно же, показатель для всего мира такой преданности. Преданности идеалам, преданности ценностям. Потому что, да, мы же даже знаем, что посольство Соединенных Штатов сообщило, что могут быть ракетные удары вот в эти, собственно говоря, праздничные и длительные Украины. И то, что наши иностранные партнеры, несмотря на то, что приехали в Киев, это, конечно же, очень для нас приятно, чрезвычайно символично. Собственно говоря, к их поздравлениям присоединились также и лидеры государств Запада, члены правительств и послы. Давайте их услышим, потом продолжим беседу. Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа. Ваша свобода – это наша свобода. Наша безопасность – это наша безопасность. Урсула фон дер Ляйн, президент Еврокомиссии в соцсети ИКС. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо. Чего бы это ни стоило до победы, до справедливого и устойчивого мира. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании в соцсети ИКС. Украинцы, как никто, знают, что за свои ценности нужно бороться. Украинцы уже 10 лет противостоят российской агрессии, защищая не только суверенитет и территориальную целостность Украины, но и наши общие европейские ценности. С начала полномасштабной войны Украина и украинцы защищают свободу нас всех, свободу страны самостоятельно решать за себя, свободу людей жить и решать, кем они являются. Катарина Матернова, посол ЕС в Украине в соцсети ИКС. Пусть ваша героическая оборона ваших границ будет победной. Польша гордится быть первой страной в мире, которая признала вашу независимость. Мы продолжим вас поддерживать и ожидаем дня, когда поздравим вас со вступлением в ЕС. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в соцсети ИКС. Ваша борьба за свободу – это надежда и указатель для всех, кто ценит демократию. Молдова на вашей стороне сегодня и в дальнейшем. Майя Сандух, президент Молдовы в соцсети ИКС. Действительно, как много союзников у Украины, поддержка Польши, стран Балтии. В целом, европейских государств, как вы оцениваете за эти два с половиной года эту поддержку партнеров? За два с половиной года, конечно, эта поддержка, прежде всего, эволюционировала, что стоит отметить. Потому что я хочу напомнить, может быть, какую-то ложку дегтя в этом всем. Но когда было полномасштабное нападение Российской Федерации, два с половиной года назад, почти, чуть больше, начинали с поддержки Германии в три тысячи касок. И в декабре месяце президент Соединенных Штатов Байден рассказывал нам проведение там будущем партизанской войны. И когда мы просили у них стингеры и джевелины, возможно, скажем так, понятно, время очень быстро бежит в войну. И, может быть, кто-то уже забыл то наше состояние. И тогда действительно были у многих сомнения, что Украина сможет выстоять перед, как тогда думали, второй армией мира. Но как раз Украина всем показала слабость Российской Федерации, что нету на самом деле никаких красных линий. Но за это мы все платим большую цену, честно говоря. И за эту эволюцию воспринятия Украины, помощи Украины от джевелина до 16-х, до токамцев, опять же, прошло не два с половиной месяца, а все-таки два с половиной года. Мы чрезвычайно благодарны нашим союзникам. Вот, собственно говоря, вы вспомнили, точнее процитировали, цитировали поздравления с Британией, да, сейчас премьер-министра. Вот конкретно Британия, она всегда одна из первых, которые нам помогали новыми видами вооружения. Вспомните, когда нам нужны были танки, да, леопарды. Они тогда нам дали современные, свои вторые челленджеры, дальнобойные ракеты, когда первые мы получили именно штаммшедов с Британии, потом уже присоединились Соединенные Штаты и Франция со своими скальпами. И действительно были страны-лидеры, вот такие, как мы уже сегодня вспоминали, Германию, и они от трех тысяч касок эволюционировали в страну, которая после Вторых Штатов является наибольшим донором поддержки Украины, именно военной, прежде всего, во время войны. Сознание стран Европейского Союза и Европейского Союза в целом, оно очень сильно эволюционировало, и теперь, по словам той же Сулы Фондуляйн, Борреля, который тоже всегда очень радикально поддерживает Украину, видно, что действительно Европейский Союз уже не разделяет себя и Украину и уже отождествляет наше совместное будущее исключительно вместе Украины и Европейского Союза. Да, есть некоторые страны, которые по определенным элементам все равно продолжают так или иначе взаимодействовать с государством-агрессором Российской Федерации, ну, мы знаем эти страны, это та же Венгрия, например, по тем или иным трекам, но в своем большинстве, тотальном большинстве, все страны наших наибольших партнеров в Европейском Союзе, это страны, которые прекрасно уже осознали все риски, которые исходят от Российской Федерации и прекрасно понимают, что Украина, на Украину они могут опереться, потому что в Украине сейчас наиболее действенная армия, наиболее профессиональная, наиболее унифицированная армия, и Украина действительно может стать основой безопасности Европейского Союза, и это тот, кстати, ответ, что станет, кто станет основой Европейского Союза, на которого ответа раньше у них не было. Были определенные надежды на Польшу, но, опять же, ну, скажем так, есть вот определенные нюансы, не будем в праздник их, в них углубляться. Поэтому, резюмируя, конечно же, за эти два с половиной года мы с нашими партнерами чрезвычайно сблизились, и Украина действительно получила настоящую, а не, скажем, искусственную или мнимую субъектность. И более того, как по мне, она стала действительно лидером многих стран в мире, особенно постсоветского пространства, потому что это очень яркий пример, что все-таки от постколониального влияния Российской Федерации можно отойти, можно, так сказать, вырваться, можно стать действительно независимым, самостоятельным, суверенным государством. И, конечно, да, сложной ценой через войну, но, как мы уже с вами прекрасно знаем, что легких ответов на эти вопросы не бывает. И то, что в 1991 году мы получили свою независимость относительно, скажем, мирным путем, мы ее, скорее всего, не до конца оценили. Но теперь мы целим абсолютно все, что делает наш президент, наше военно-политическое руководство, каждый наш военный и, конечно же, каждый из нас. Алексей, еще по поводу поддержки со стороны Вашингтона хочу с вами поговорить. Накануне Дня независимости Украины с заявлением выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что Россия не победит, а победит независимый народ Украины. И Соединенные Штаты, союзники, партнеры Украины будут поддерживать ее на каждом шагу. Байден подчеркнул, что украинцы остались непоколебимым перед лицом чудовищных военных преступлений и зверств Российской Федерации, день за днем защищая ценности, которые объединяют людей во всем мире, в том числе независимость. Здесь вопрос заключается в том, даже не насколько роль большую сыграли Соединенные Штаты в поддержке Украины, в противостоянии, в прямой поддержке, а вот как пример для других государств также поддерживать Украину, поддерживать Киев. Ну конечно, все-таки, кто бы что ни говорил, на сегодняшний момент Соединенные Штаты являются наиболее сильным государством в мире. И, конечно же, на позицию Соединенных Штатов ориентируется огромное количество... Алексей, пока не слышим, восстанавливаем с вами связь. Видим вас, но не слышим. Пока хочу дополнить по поводу Соединенных Штатов Америки. Вашингтон расширил пакет санкций против Российской Федерации. В него попали крупнейшие экспортеры угля из России и топливные энергетические компании. Всего в расширенном американском списке оказались около 400 субъектов Российской Федерации. Кроме российского топливно-энергетического, металлургического секторов, новые ограничения коснулись финансовой сферы и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России. Кроме этого, санкции применены к российским институтам военных разработок, производителям беспилотников и компаниям, которые обслуживают потребности российского военно-промышленного комплекса. Также Соединенные Штаты Америки ввели ограничения в отношении посредников и из ряда стран, которые помогали Российской Федерации обходить санкции и поставляли детали для российских истребителей. Алексей, слышите ли меня сейчас? Да, слышу прекрасно. Возобновляем связь? Да, и давайте тогда тоже в продолжение. И по поддержке Соединенных Штатов Америки в адрес Украины, и по санкциям могли ли бы больше и те же Штаты, и партнеры усилить санкционный пакет или как-то внедрять иначе? Давайте все-таки действительно обозначим, прежде всего, что Соединенные Штаты, как я уже сказал ранее, являются наиболее сильным геополитическим верхом в мире. И много в чем то, что нас поддержали Штаты, предрешило, скажем, текущий расклад, в том числе и на поле боя, который нам позволяет иметь, в том числе и технологическое преимущество. Соединенные Штаты – это та страна, которая поддержала и поддерживает нас до сих пор больше всего. Да, понятно, скажем так, есть определенный ряд, может быть, мягко говоря, претензий. Вспоминая последние макрофины, тот 60 миллиардов, когда политическое решение принималось на протяжении 8 месяцев, и нашим войскам действительно было чрезвычайно тяжело сдерживать эти местные штурмы врага, но так или иначе это решение было принято. И все-таки действительно, как по мне, и уровень горизонтальной коммуникации, межпарламентской коммуникацией, межправительственной коммуникацией и личных, в том числе уже взаимоотношений двух президентов, я имею в виду, конечно, Байдена и Зеленского, они все-таки сыграли свою роль. И мы видим, насколько Соединенные Штаты готовы вкладываться в победу Украины в разных аспектах. От передачи оружия и финансовой помощи, кстати говоря, буквально состоялся разговор нашего президента с президентом Соединенных Штатов, в котором был озвучен следующий пакет военной помощи, что как бы нельзя не отметить, потому что были скептики, которые говорили, что до конца срока Байдена уже вряд ли Украина увидит какие-то пакеты, а мы уже после этого получили два пакета, после даже того, как демократы выбрали официальным кандидатом Камалу Харрис, а Байден отошел в сторону, давая шанс будущему поколению. Так вот, конечно же, Соединенные Штаты сделали много, на Соединенные Штаты ориентируется огромное количество стран в мире, но они могут делать еще значительно больше, как в плане финансовой поддержки, военной поддержки, как вы абсолютно правильно обозначили, и санкционного воздействия на Российскую Федерацию. Потому что современная война, постмодерна, которая сейчас происходит на наших глазах между Российской Федерацией и Украиной, это же не просто военный компонент, это целый ряд других компонентов. Это экономический, это информационный, это геополитический, и стороны в целом ряде вот этих взаимных интересах ищут слабые места. Как Российская Федерация пытается, скажем так, дестабилизировать мировое сообщество, мировую архитектуру, мировой безопасности, например, подливая в огонь события на Ближнем Востоке, так с другой стороны и еще большее количество стран объединяются вокруг мирного плана Украины, как на первом саммите мира, так и при подготовке ко второму. Это очень серьезное, многошаровое противостояние, но которое действительно оголило очень много проблем в мире и то, что нужно уже действительно нарабатывать новую архитектуру мировой безопасности, и то, что путинский режим, конечно же, вследствие этой агрессии против Украины, он не должен, скажем так, без ответа просто там, да, уйти в сторону или пойти на какие-то мирные переговоры. Все-таки вопрос справедливости, вопрос видскудывания сбытки, вопрос международного военного трибунала и, в принципе, все пункты, которые обозначены в формуле мира Украины, ее еще называют формула мира Владимира Зеленского, это все реализации этих пунктов прямо зависит, насколько мир будет впоследствии справедливым. То есть, это вопрос не только, скажем так, договоренности или результата противостояния России против Украины, это вследствие этой войны, скажем так, обозначат контуры будущего мира в глобальном смысле этого слова. Поэтому настолько много акторов, уже понимая все последствия, скажем так, выбирают сторону. И для нас действительно в наш праздник мы можем констатировать День независимости, что, конечно, в порыважной большинстве в тотальном большинстве выбирают, конечно же, сторону Украины. Алексей, спасибо вам огромное за вашу аналитику. Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов был с нами на связи. Ну а в этом выпуске я оставлю точку. Итоги дня будут традиционно в 21.00 по Киеву. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова